Привет, мои дорогие друзья на канале Светых Госяхубани! Рад, что вы сегодня у меня в гостях, а я предлагаю потрясающее блюдо на сковороде. Картошка с квашеной капустой, вот так. Небольшая баночка квашеной капусты, примерно пол-литра, и несколько картофелин. Отварил в мундире. Количество картошки выбирайте сами, я добавлю три штуки. Особенно хорошо готовить это блюдо, когда остался картофель в мундире в холодильнике, и вы решаете, что же из него приготовить. А сквашеной капусты рекомендую слить жидкость и проверить на вкус. Если слишком кислое, можно даже и промыть. Особенно я люблю это блюдо, потому что нарезки все довольно быстрые. И простые 200 грамм колбасы нарезаю на крупные куски. Колбаса может быть абсолютно любая, свинина, говядина. Потрясающий ужин готовлю на одной сковороде с высокими бортиками. Колбасу необходимо немного обжарить. Колбаса на сковороде, а в это время можно нарезать и лука. Одной некрупной луковицы будет вполне достаточно. Практически это блюдо из того, что есть в холодильнике. Колбасу можно заменить просто на отварное мясо и немного обжарить. Под румяненную колбасу снимаю со сковороды. И сразу же на эту сковороду, на ароматном масле, обжарю лук. А чтобы все вкусы перешли на лук, рекомендую добавить 2 столовые ложки обычной воды. Тщательно с помощью лопатки все собираю со дна и обжарю примерно 5 минут. А в это время нарезаю картофель крупными кусками. К обжаренному луку обязательно нужно добавить специи. Несколько лавровых листов. Хорошо сочетается гвоздика. Три штуки будет достаточно. И отправляю капусту на сковороду. Также еще использую душистый перец. 1 четвертой чайной ложки будет достаточно. Мне кажется, это идеальное сочетание специй к этому блюду. Ну, конечно, экспериментируйте со специями. Еще добавлю свежемолотого черного перца. Обжарю 1 минутку. И отправляю на сковороду обжаренную колбасу. Вместе со всеми соками, если остались на тарелке. А вот сейчас самое время добавить горячей воды, чтобы не останавливать процесс приготовления. 250 мл будет достаточно. Оставляю тушиться на невысокой температуре минут на 7-10. Будет достаточно. Крышка не нужно накрывать. Изюминкой этого блюда будет яблоко. Используйте ваш любимый сорт. И на сковороду. Для пикантности 2 чайные ложки горчицы неострой я беру в зернах дижонская. Тщательно перемешиваю. И обязательно нужно проверить на соль. Все зависит от капусты, которую вы используете. Если нужно, еще добавьте. А теперь прогреваю все 3 минуты. Убираю с нагрева под крышку еще на 2 минуты. И дегустирую. Вот такая красота. Петрушка сюда подойдет как никогда лучше. Сытное, ароматное и очень быстрое вкусное блюдо на одной сковороде. Посыпаю зеленью и начинаю дегустировать эту вкуснотищу. Я думаю, никто не откажется от такого вкусного блюда. Действительно классное сочетание продуктов. Приготовьте и напишите мне в комментариях, как вам такой вкус, друзья. Буду ждать от вас отзывов. Подписывайтесь на канал Резет в гостях Увани. Заходите почаще ко мне в гости. Пишите побольше комментариев. Я все с удовольствием читаю. До скорой встречи. Пока.